Несколько ящиков вместе весят 10 тонн, причем никакой из них не весит более 1 тонн. Мы не знаем точные веса, знаем только, что вместе 10 тонн, и что больше тонны никакой ящики не весят. И должны заказать несколько трехтонных грузовиков, чтобы они приехали, и мы погрузили бы в них весь груз. При этом, что называется, дозаказать нельзя. То есть мы должны заказать сразу какое-то количество машин, и больше нельзя будет жить. Но при этом, опять, за заказ каждой машины мы платим, поэтому нужно, чтобы машин было поменьше. Вопрос. Сколько трехтонок надо заказать? Ну, сразу. Понятно, что трех не хватит. Просто даже если полностью загрузить удастся, скажем, если это были на самом деле не какие-то хитрые ящики, контейнеры, а просто песок, да, надо 10 тонн песка отвезти, то в таком случае трех трехтонок не хватит, просто потому что 3 умножить на 3 меньше, чем 10. Не хватит. Отлично. А интересно, четырех хватит? Да, хватит. А, это если песок. Четырех хватит, если, или если это такие ничтожно маленькие ящички, тогда, конечно, вы просто так более-менее насыли. А представьте себе, что это ящики, дело не в огромной, а в том, что ящики нельзя ломать. Понимаете, если вы перевозите машины, видели, по городу иногда ездят такие платформы для перевозки легковой машины. Замечательно. Как вы считаете, можно взять половину автомобиля, увезти на одной платформе? Ну, можно аккуратно взять пилой распилить, а половину на вторую. Нет, в принципе, можно, но ужас в том, что ремонт после этого будет стоить безумно совершенно денег, потому что вы реально поломаете там все системы, да? Простейшая вещь, кузов уже все, уже не восстановить. Придется полностью, хотя бы, казалось бы, всего лишь распилили пополам. После того, как вы заказали машину, вы узнаете точные массы контейнеров. Разумеется, когда вы будете грузить на машины, вы знаете с точностью до долей граммы абсолютно точно все, сколько, что весит. Нет, нельзя. То есть, ребят, если знать до заказа, то это тоже вполне интересная задача. Нет, до заказа нельзя. Нет, до заказа нельзя, я специально сказал. Оказывается, что совсем не так просто, если вам известны массы грузов, правильно расположить, ну, то есть, оптимальным образом расположить. Это программистская трудная, интересная задача, но сейчас мы говорим абсолютно не об этом. Спасибо.